Заранее прошу прощения. Имеет достаточно высокую потенцию к метастазированию шейной лимфоузлы и, к сожалению, к гематогенному метастазированию, как правило, в кости и прежде всего в позвонке. Ну вот классификацию Кадиш вы уже неоднократно сегодня видели. Тут же представлены гистологические грейды, имеют прогностическое значение. Но на этом я повторно уже останавливаться не буду. Но поскольку в литературе все основано на стадировании Кадиш по эстензионной рыбластоме, я считаю, что это надо просто напомнить коротенько. Какая же роль лучевой терапии? Во-первых, лучевая терапия может иметь самостоятельную речебную роль при эстензионной рыбластоме, особенно при стадии А, то есть при опухоле, локализованной в полости носа. Возможно, она может иметь какое-то самостоятельное значение при стадии Б, то есть полость носа и синазальной пазухи. Значит, ну вот это исследование уже упоминалось, китайские товарищи, ретроспективный анализ 113 пациентов. У них при стадии А и Б лучевая терапия и хирургическое лечение были сопоставимы. Несколько лучевая терапия уступала все-таки, но достоверной разницы между этими методами лечения не было. При более продвинутых стадиях, прежде всего при С, значит, самостоятельная лучевая терапия, безусловно, во всех исследованиях уступает эффективности комбинированного лечения. Какая может быть лучевая терапия в рамках комбинированного лечения? Это может быть предоперационная лучевая терапия с целью циторедукции и улучшения условий для последующего хирургического вмешательства. И как-то более часто встречающаяся послеоперационная лучевая терапия, которая показана, что снижает достоверное количество рецидивов местных. И вот есть такая достаточно недавняя работа, при которой было показано, что вся солянка пациентов, которая была, в случае, если проводилась послеоперационного облучения, имела почти вдвое большую пятилетнюю выживаемость общую. И выживаемость без прогрессирования была практически втрое выше, чем у тех пациентов, у которых лучевой терапии не было в программе лечения. Что касается доз облучения, то при предоперационном облучении, поскольку это, как правило, какие-то большие опухоли, дозы достаточно ограниченные. И, конечно, это дальше все в руках хирурга. При послеоперационном облучении доза во многом определяется успешностью проведенного хирургического вмешательства, наличием, отсутствием положительного края и каких-то остатков опухоли. Значит, доза колеблется от 50 до 60 грей в зависимости от того, есть, нет, положительный край. И при неоперабельных опухолях или опухолях, которые остался морфологический остаток опухоли после хирургического лечения, доза должна быть максимально возможной. То есть в данном случае это 65-70 грей. К сожалению, это не всегда возможно подвести такие большие дозы при этой сложной локализации. При B и C стадиях большинство исследователей действительно рекомендуют проведение профилактического облучения лимфоузлов шеи, так как при стадии C вероятность субклинического поражения лимфоузлов шеи доходит почти до 50%. При A стадии допустимо профилактического облучения лимфоузлов шеи не проводить, поскольку вероятность поражения медиа 10%. Хотя в ряде случаев оно все равно проводится, потому что 10% это тоже не так мало на самом деле. Значит, ну вот вы видите здесь из нашего архива такая клинический пример. Значит, пациентка после эндоскопического вмешательства. Значит, такая у нее была послеоперационная лучевая терапия. Как вы видите, все очень близко и глаз, и глазные нервы, и хиазма, и ствол мозга сзади находятся. В общем, достаточно много технических сложностей. Конечно, необходимо применение современных методик лучевой терапии. Это и МРТ, и ВИМАТ. Ну, если есть протоны, то тоже, конечно, не возбраняется их использовать, безусловно. В общем, здесь, поскольку анатомическое взаимодействие здесь очень тесно, и, конечно, лучевая терапия должна быть, безусловно, высокотехнологичной, чтобы подвести дозы, которые могут дать хороший эффект. Вот. Ну, вот это другой пациент, значит, у которого была несколько более продвинутая стадия. Значит, у него здесь пресс-локтические облучения лимфатических узлов шеи, клинические, они поражены не были. Но, как видите, естественно, объем облучения возрастает очень сильно. Конечно, переросимость этого лечения страдает. Но, если это больше, чем астадия, это делать необходимо. Значит, ну, и вот здесь есть такая работа, которая, ну, уже она не очень свежая, но наглядная. Пациенты, которым подводилась доза меньше определенного предела, имели существенно меньшую выживаемость, чем пациенты, которым подводилась более высокая доза. Я считаю, что это больше отражает адекватность технологии лучевой терапии, потому что, конечно, большие дозы подводились в тех случаях, когда используются более современные методики. Ну, вот и такое вот, что мне попалось наиболее крупное количество пациентов, это в американской базе данных с 2004 по 2012 год. Значит, ну, здесь, в общем-то, вывод у них такой достаточно банальный, но важный. Что, конечно, послеоперационно-лучевая терапия, она важна, но не сама по себе, а в том случае, если была адекватная стадия, была хорошая операция и проводилась дополнительно комбинированная химиотерапия. То есть здесь, опять-таки, вопрос о мультидисциплинарном подходе. Ну, здесь представлены, по-моему, уже у кого-то этот проскакивал слайд, значит, представлены различные, в принципе, подходы, которые могут быть, используются вот в этом разрозненной группе пациентов. Значит, ну, про лучевую терапию я уже сказал. Существенно снижается послеоперационное, при припослеоперационном облучении число рецидивов. С адевантной химиотерапией вопрос открытый. Все наблюдения от случая к случаю, схемы химиотерапии используются, ну, те, про которые Елена Викторовна уже сказала, но какого-то консенсуса в этом нет. Что касается комбинированного химио-лучевого лечения, то она очень неплохо себя зарекомендовала в педиатрической практике. Ой, так, а как нам вернуться? Так, у него есть обратный ход? Ага, так. Значит, в педиатрической практике у взрослых результаты поскромнее. Ну, и что касается хирургического лечения, то, безусловно, это первый метод в нашем списке. И он обязательно должен добавляться послеоперационной лучевой терапии, потому что число рецидивов, если не проводится послеоперационной лучевой терапии, она достоверно выше. Ну, и, наконец, радиохирургическое лечение. Оно может использоваться, тоже эти данные уже были, при лечении рецидивов. Ну, вот примерно у 11% после этого лечения все равно наблюдается продолженный рост. То есть отсутствие эффекта. У 89% есть полный или, ну, чаще частичный ответ. Ну, и вот поскольку стандартов действительно в лечении этой опухоли нету, именно для нее, вот такой мне попался алгоритм, предложенный этими авторами. Значит, что они предлагают? На мой взгляд, довольно логичная подходность. При КАДИШ-1 стадии это радиотерапия с последующей, если понадобилось, какой-то эндоскопическим, эндоназальным хирургическим вмешательством. И решение вопроса об адевантной химиотерапии на основе, видимо, личного опыта, я так понимаю, этой группы. Значит, при КАДИШ-Б стадии это сначала какая-то по возможности органосохраняющая операция с послеоперационной лучевой терапией. И при стадии СД это приоперационное химиолучевое лечение с какой-то возможным потом типом, любым типом хирургического вмешательства, какой возможен в клинической ситуации данный. И при рецидиве попытка применения радиохирургического лечения. Что касается недифференцированной селенозальной карциномы, то, в общем-то, при кажущейся схожести этих состояний тоже есть эндокринная дифференцировка. Примерно такая же частота, примерно та же локализация, но есть довольно существенные отличия. Значит, ну, во-первых, недифференцированная селенозальная карцинома диагностируется, как правило, у двух третей пациентов на момент диагностики у них уже Т4. До 30% уже имеют метастазы в лимфоузлах. И отдаленные метастазы при первичной диагностике не так часто находятся, но в последующем их возникновение определяет прогноз пациентов очень существенно. Они встречаются части уже в процессе наблюдения этих пациентов. Значит, ну, вот типичная картинка, что к нам приходит обычно с морфологией недифференцированной сенозальной карциномы, просто чтобы было понятно масштаб проблемы. К этому еще можно добавить пораженные лимфоузлы, и будет совсем все понятно. Значит, ну, вот это вот исследование, которое доступно в литературе, здесь я единственное, что хочу показать, что посмотрите, практически Т3, Т4, Т3, Т4. Причем Т3 это меньшинство пациентов, и совсем единичные пациенты, у которых была Т1, Т2 опухоль. Ну, вот та же самая история. Где-то Т1, это Т3 пациента, 1 пациент. Вся основная группа это Т4. Ну, вот недавний такой для этой группы пациентов достаточно большой обзор американской, опять-таки, базы данных показал, что 22 месяца – это их медиана выживаемости на круг при всех методах лечения, и 35% примерно 5-летняя выживаемость, 30-10-летняя. Ну, вот об общих подходах тоже уже Елена Викторовна сказала, что это либо хирургическое лечение с последующей одевантной лучевой, либо химио-лучевой терапией, либо самостоятельная химио-лучевая терапия с неодевантной химиотерапией и без нее. Вот это вот как раз то отличие, которое отличает синоназальную дифферентную карциному от эстезиона и эргластомы в клинической точке зрения очень существенно, потому что самостоятельная химио-лучевая терапия здесь может быть эффективна. Ну, вот, что касается доз, то тоже они от 50 до 65 грей, имеются также работы о том, что доза больше 60 грей лучше для местного контроля и влияет это на показатели выживаемости, поэтому дозы должны подводиться адекватными, естественно, адекватными технологиями. Значит, ну, вот это вот, на мой взгляд, такой показательный слайд, значит, что мы можем добиться. Значит, естественно, вот это вот тримодальное лечение, оно имеет наибольшее перемущество перед каким-то одной или бимодальным подходом. То есть максимально должны использоваться все возможные методы лечения. Практически сложился консенсус в том, что профилактическое облучение лимфоузлов обязательно, без облучения частота рецидива до 30%, но здесь в этой конкретной работе у них профилактическим облучением шеи было 0%. Это, конечно, вызывает всегда некоторые сомнения, но оно явно меньше, чем без облучения. Это во всех исследованиях. Вот здесь целая группа из исследований, это метаанализ. Практически все в один голос снижается частота рецидивов при облучении лимфоузлов в шее. И метаоценка тоже, конечно, в пользу облучения шейных лимфоузлов однозначная. Два слова хочу сказать о неодиевантной химиотерапии. Что мы можем от нее ожидать? Ну, естественно, самого по себе лечебного эффекта. Второе – это улучшение условий для местного лечения, как хирургического, так и лучевого лечения, когда нам надо сохранить какие-то критические структуры. Значит, может она повышать эффективность непосредственно самой лучевой терапии. Считается, что может она снизить вероятность появления отдаленных метастазов в будущем за счет проведения полноценной индукционной химиотерапии. И самое важное, на мой взгляд, это то, что ответ на индукционную химиотерапию может предсказать ответ на дальнейшие методы лечения. И это может быть использовано в практике. Ну, есть, конечно, негативные последствия – это увеличение срока лечения. Если эффекта нет, то возможно прогрессирование, ну и, конечно, некоторое повышение токсичности. Значит, ну вот это вот очень интересное мне попалось исследование. Значит, огромное количество пациентов для центрового исследования – 95. Это, конечно, за большой период времени. Ну, вот они использовали неодивантную химиотерапию. В большинстве случаев это был цисплатин с этапозидом. Значит, и в тех случаях, когда ответ на химиотерапию был, в последующем проводилось химио-лучевое лечение, посмотрите, какие прекрасные результаты пятилетней выживаемости. Ну, и несколько хуже хирургического лечения, даже без послеоперационной лучевой терапии. А вот в тех случаях, когда ответа не было, дальнейшее химио-лучевое лечение, к сожалению, к пятилетней выживаемости не привело вообще. Ни один пациент до пяти лет не дожил. Но в тех случаях, когда ответа на химиотерапию нет и удается выполнить операцию и потом провести химио-лучевое лечение, все-таки какая-то пятилетняя выживаемость, хотя не такая хорошая, в два раза ниже, но она все-таки присутствует. Ну, и в заключении вот такой вот алгоритм на основании этих данных предлагается. Это, значит, индукционная химиотерапия. Ответ есть-нет. Есть самостоятельная лучевая терапия, химио-лучевая. Значит, нет, значит, судьба пациентов определяется возможностью резекции. Если она есть, то это хирургическая резекция и послеоперационной химио-лучевое лечение. Если ее нет, то это попытка химио-лучевого лечения, которая, как я уже на предыдущем слайде показал, к сожалению, вряд ли приведет к существенному успеху, но на более коротком промежутке может, конечно, пользу какую-то пациенту принести. Спасибо за внимание. Продолжение следует...